Мне выдали штуку. Здравствуйте. Мне даже немного неловко рассказывать про свою оффлайновую абсолютную историю после такого всеобъемлющего и автоматизированного решения. Но мы собрались на конференцию про то, как сделать сотрудников амбассадорами бренда. И для меня это в большей степени история про ценности, нежели про инструменты. Битрикс очень крутой. У меня очень приятный опыт работы с Битриксом по выстраиванию и управлению проектами, по геймификации. Но мне все время хотелось оппонировать, потому что если менеджмент не готов к такому инструменту, то инструмент не будет работать. И я, может быть, немножко больше сейчас буду говорить о готовности сотрудников и о готовности людей. Тот кейс, о котором я буду рассказывать, это кейс компании Буше. Я думаю, что все в этой аудитории компанию Буше знают. И то, что вы знаете про компанию Буше, про то, какая она теплая, сладкая, атмосферная, приятная, то же самое и внутри компании. Для нас очень важно, что то, что мы предлагаем нашим гостям, то, что мы создаем в этом мире, в этом городе, мы создаем и для своих сотрудников тоже, для каждого из нас. Эта атмосфера, эти ценности, они должны быть одинаковыми, иначе не будут работать параллельные процессы. Иначе я, как сотрудник, буду чувствовать себя плохо и с гостем этим неизбежно поделюсь. Проект прошлогодний, в этом году, переходящий прямо сейчас в следующую стадию, в следующую фазу, поэтому у меня есть возможность и про результаты немножко рассказать. Нашей задачей в прошлом году было добавить глаза. В компании Буше очень сильная бренд-платформа. Быть они казаться, философия присутствия, ценности, которые работают на всех уровнях, управление по ценностям. Но не было какой-то картинки, за которую можно было бы удержаться и которую можно было бы запомнить. Вы знаете, что только у детей до трех лет ведущий орган – это слух, потому что они должны учиться речи. А после трех лет для нас с вами, для всех ведущих органов – это глаза. Мы гораздо больше запоминаем, видим и сохраняем глазами. Задача была, перед нами стояла задача визуализации ценностей, создать такую картинку, которая бы запомнилась, сохранилась и которую бы хотелось передавать. Сделать эту картинку живой, сделать эту картинку работающей и действительно передающей вот эту атмосферу, те ценности, те отношения, которые мы создаем в компании. Цель – создать живые ценности визуальные, сделать абстрактное конкретным. Всем знакомо слово «уважение» – это одна из ценностей Буше. Всем знакомо слово «профессионализм» – это тоже одна из ценностей Буше. Всем знакомо слово «вовлеченность» – и все хотели бы вовлеченных сотрудников. Это третья ценность Буше. Но я уверена, что для каждого из вас, начни мы, не дай бог, сейчас обсуждать, эти три слова, значит, настолько разные вещи и настолько по-разному, разные картинки у вас сейчас в голове возникают, когда я их произносила, что собрать в одно поле было бы крайне трудно. В Буше сейчас, вот сегодня я смотрела последний список, 946 человек. Это примерно в 10 раз, в 20, наверное, даже раз больше, чем нас здесь сейчас. Это значит, что поле смыслов оказалось бы еще сложнее и еще неоднозначнее. Что мы сделали? Мы взяли нашу продукцию и то, из чего мы ее делаем. Это мука, это семечки, это прямо наша продукция, и поставили ее на визуальный образ. Для того, чтобы смысл тоже попал в картинку, мы взяли слова наших сотрудников. Слова, которые они говорят на вводном тренинге, слова, которые они говорят друг другу про ценности. Когда растешь, делись развитием. Это про профессионализм. Это прямая речь одного из наших пекарей. Делись развитием. Наша задача была создать узнаваемые образы, подключить эффект узнавания. Я думаю, что вы все слушаете радио в машине, и когда вдруг начинает играть знакомая песня, согласитесь, совершенно другой отклик. Это биологически заложенный механизм эффекта узнавания, который очень важно подключать для того, чтобы эмоционально закрепить важную ценностную историю. Что мы сделали? Мы взяли прямо то, что люди делают, прямо то, с чем люди работают. И собрали слово «вовлеченность» из нашей продукции. Добавили смыслами. И у каждой из этих фраз есть прямо свой автор. Все эти фразы сначала пришли от наших сотрудников, потом оказались на плакатах, а потом с плакатов ушли в управление и во взаимодействие. Как они ушли в управление и во взаимодействие? Кроме плакатов мы сделали... Видите, он как будто разделяется на части. На нем действительно есть перфорация. Каждый из этих фраз можно отрезать, оторвать. Мы кроме плакатов сделали наклейки. И у каждого был набор таких плакатов, которые можно разделить на наклейки. Мы запустили эту историю, предлагая таким образом давать обратную связь. Я могла взять наклейку и подарить кому-то, сказав, что это про него. Подарить своей коллеге-тренинг-менеджеру наклейку со словами «когда кайф-драйв делись позитивом», потому что более позитивного человека я в компании не знаю. Оторвать наклейку в уши как на праздник и подарить одному из директоров в уши. Представьте себя на месте человека, который получает наклейку. Они красивые, они с нашей продукцией, они модные и стильные. И на них еще слова про меня. Слова, которые во мне отзываются. Я получаю обратную связь. А коллега, который выступал до меня, ризонно говорил, что мы редко получаем обратную связь. И то, что можно поставить лайк в Битриксе, это очень круто. А тут кроме виртуального лайка я получаю живое материальное подтверждение того, какой я. Какой я хороший. И это не просто, что я хороший, а еще и такое качественное дополнение, которое позволяет мне становиться еще лучше. Подкрепление позитивного поведения, подкрепление ценностного поведения. Ценности как инструмент взаимодействия. Когда мы, когда эти наклейки разлетелись по Буше, разошлись по производству и по офису, мне в течение месяца каждый день звонили и писали про то, что наклеек не хватает. Мы допускали тираж четыре раза. Каждому очень хотелось получить и поделиться. Сначала потому, что они действительно красивые. А потом потому, что когда я это получаю, я понимаю, что я получаю чуть больше, чем просто наклейку. А потом оказалось, что их есть куда клеить. Все наклейки появились на наших ежедневниках, на столах, на телефонах, на стенах, на зеркалах, на маленьких твердых кошельках. У каждого из сотрудников я видела эти наклейки на их личных вещах. Личных. Это такая крутая история, когда вдруг корпоративные ценности оказываются на личных вещах. Это возможность простым красивым инструментом поделиться чем-то очень важным. Когда ценность настолько искренняя, что она принимается и с ней хочется двигаться дальше. Я покажу целиком три плаката, чтобы была возможность их оценить. Они немножко разные стилистические и они, конечно, отражают и смыслы своим видом. Их можно найти все в интернете. Мы делали это с коллегами из рекламного агентства ДЭЗа. Очень крутыми. Ребята сработали феноменально, учитывая, что они не в компании. Учитывая, что это внешние копирайтеры, внешние дизайнеры. Они реально смогли понять, проникнуться ценностями, целями, смыслами и создать продукт, который сработал. Они действительно разные. Видите, яркая вовлеченность, разнообразная, пестрая, прыгающая. Мягкое уважение с хлебом, с теплом. И очень структурированный профессионализм с продуктом, с тем, на чем основывается дальнейшая работа. Для того, чтобы продолжить жизнь этой истории, мы запустили второй этап. Когда люди уже вовсю менялись наклейками, мы предложили им самим поиграть с нашими ценностями, с нашей продукцией. И запустили конкурс «Какао без комочков». «Какао без комочков» – это название эссе генерального директора компании «Алеглига», которое описывает именно платформу бренда. В конкурсе нужно было из чего угодно создать название ценностей. Примерно так же, как было сделано на плакате. Здесь видите картинки по краю. Это картинки победителей. Первое место заняло служба главного инженера. И Анатолий, который производил впечатление сухого, логичного, структурированного, далеко от творчества и креатива. И вдруг они сами собрались в свои подсобки, попросили у маркетинга фон, чтобы получилось красиво, и сделали такую красивую картинку. Я потом этот профессионализм из гаечек и деталей использовала в коммуникациях много раз, потому что он реально красивый, и он точно про нас. Мы ребятам подарили, естественно, кружку какао в подарок с какао и индивидуальную кружку. И до сих пор, вот это, кстати говоря, выход был в офлайн. Мы предложили в своих инстаграмах, в своих соцсетях делать такие коллажи. Мы получили больше 50 разных коллажей. И до сих пор люди продолжают их делать, потому что это оказалось клево. Особенно розница, ну, юные, это уже поколение Z, наверное, кстати, да, поколение Z уже. Они очень включились в эту историю, и для них вся ценностная история, она продолжает сопровождаться вот такой возможностью. Это картинка с призом, и мы в этом году будем наверняка продолжать конкурс. Мы сейчас запустили второй этап, и в некотором таком ожидании я нахожусь, потому что мы ждем эскизов от ДЭЗы, и мы ждем, что получится, и что мы сможем придумать в следующий раз. Можете чуть-чуть подромче говорить, потому что выделяются фразы в этом эксплуатации. Да, могу, я почему-то была уверена, что слышно, простите. А это не микрофон, это какая-то петличка. Мы ждем сейчас второй этап. Уже такая компания, которая, ну, в общем, не только на опыте основывается. Нам обязательно нужно предлагать что-то новое. Это во многом связано с тем, что юные люди работают в компании, и нам нужно каждый раз предлагать что-то, чтобы, ну, прям меняло, чтобы позволяло и интерактив запускать, и свежесть, и новые идеи. И поэтому мы вот ровно сейчас находимся на следующем этапе. Мы сейчас придумываем новый вариант визуализации ценностей, новую историю, которую можно было бы запустить на следующий год и в поддержку предыдущей, и в развитие. Я на этом остановлюсь и буду рада рассказать и ответить на вопросы. Вы еще придумали еще что-нибудь, не знаю, какие-то резные шахты, как индивидуальное впечатление, там, можно вручать какие-то отдельные фигурки, как в лицеговорении. Будут какие-нибудь еще идеи, которые мы хотим бы обработать? Мы, смотрите, мы сейчас работаем над историей, у нас появилась важная новая история, теплыми словами о важном. Это то, как мы хотели бы давать обратную связь друг к другу. Не молчать, но при этом говорить теплыми словами о том, что хотелось бы менять. И поскольку теплыми, я думаю, что это уйдет в какой-то текстиль. Ну, понимаете, форма должна быть очень связана с содержанием. Наклейки хорошо пошли, потому что нам нужна была бумажная история, которая очень хорошо тиражируется. На тысячу сотрудников сделать шахматы дорого и не очень практично. А вот наклейки, их можно тиражировать бесконечно, и это хорошо работает. Но это еще и попало, нам же важно было, чтобы это модно было. Наклейки такая прям модная тема. Все везде берут, наклеивают, в модных клубах туалеты обклеенные. Ну, это такая прям вот тема. Нам важно было это поймать. Можно ли там, где можно какие-то объекты, которые ассоциируются с высокими средствами, в туалетах, какие-то там, в клубах, в клубах? Это правда, да. Ну, такого не было. Все наклейки, видите, поскольку они с личным обращением, это не просто картинка, это наклейка с личным обращением, если мне, да, это слова про меня, то я, наверное, их себе оставлю. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Интересная, действительно, идея, классно, что она сработала. Есть ли какая-то статистика, как это сказалось на бизнесе, как это сказалось на посещаемости, на эффективности работы? Вот видите, поскольку это довольно длительный проект, и кроме истории с наклейками, параллельно шла очень серьезная тренинговая история, довольно глубоко меняющая качество сервиса. Я могу показать уровень, там, в прошлом году было, не знаю, 87 в среднем оценка по имиджевой проверке, а сейчас 98 в среднем оценка по имиджевой проверке. Но будет неправда, если я скажу, что это благодаря проекту, потому что много всего было сделано параллельно. Это очень сложно вытащить, на что именно этот проект повлиял. Про что точно могу сказать? Для нас важно, кроме, есть навыки и умения, и есть совпадение ценностное с компанией. Совпадение ценностное, оно начинается просто со знания и понимания. Я знаю и понимаю эти ценности, потом я знаю и понимаю и принимаю, потом я знаю и понимаю и принимаю и действую в соответствии с ценностями. Начиная с первого этапа. В прошлом году мы проводили опрос удовлетворенности, в котором я спрашивала назовите три ценности Буше. И примерно 60% меня назвали три ценности Буше. В этом году я проводила опрос удовлетворенности и спрашивала назовите три ценности Буше, и 100% их назвали. То есть на уровне знания мы получили абсолютно точный результат. На уровне принятия, мне кажется, что циферно вряд ли я смогу что-то вам показать, но то, что люди ценностные наклейки забирали себе на личные вещи, и это прям не единичная история, это грузчики и пекари делали. Для меня это было значимым показателем. Говорит о том, что люди какие-то вещи очень приняли, приняли для себя, про себя, приняли себе. Про действия, видите, сложно оценить, потому что много других факторов было одновременно. Если бы мы могли провести чистый эксперимент и запустить только вот этот проект и больше ничего, но мы, конечно, в сети не можем этого позволить, потому что наша задача обеспечить сервис, а не смотреть, что лучше сработает. Простите, когда я продолжу вопрос. Была ли задача вообще как-то это померить или только какими-то тестами внутри компании экзамены проводить? И, по-моему, это элементарно. У HR спросить, вот раньше ты там искал, вакансию закрывал, у тебя были такие-то исходные данные, такой-то результат. Вот сейчас мы провели такую глобальную работу по продвижению брендов в мире компании. Насколько стало легче и проще? То есть привлекают ли сотрудники своих друзей, приводят ли еще что-то? Конечно, это все работающие и считаемые показатели. Сложность их обсчета в том, что мы запускаем вот этот проект и одновременно запускаем, например, систему тренингов, которые проходят все-все-все сотрудники компании, и они за два дня погружаются в культуру, в себя, в структуру, в обслуживание. И тренинги тоже дают очень мощный эффект погружения в ценности. И что дало больше эффект? Тренинги или наклейки? Я не знаю. Это комплексная история, между собой связанная. Ну, странно было бы подходить только с какой-то одной стороны. И было бы нечестно с моей стороны говорить о показателях, которые повысились, потому что не только этот проект на них повлиял. Но повысились. Акция «Приведи друга» в три раза у нас повысилась за этот год. Количество людей, приведенных коллегами. Хотя акция одинаково работает всю жизнь. Что еще там однозначно улучшилось, увеличилось? Текутич сложно, потому что мы умудрились открыть, увеличиться в полтора раза. И очень много новых людей, и в рознице, поэтому тут с текучестью не со всеми можно. Нет, текучесть не могу сказать, что изменилась. Текучесть как была в прошлом году, так примерно и осталась. С этим сработали. А как вы считаете? Мне кажется, просто есть как бы миллион показателей, процент чего к чему? Принятых людей, тем не менее, по 9. Не скажу вам сейчас цифру, к сожалению. В голове нет такой цифры. Подскажите, пожалуйста, как вы повышаете ученые сотрудников, которые имеют максимальную текучесть в вашем случае на рознице? Розница, да. Когда вы ходите несколько раз в неделю и не приезжаете в офис, каким образом? Какие существуют кейсы? Подскажите, пожалуйста. Так вот эта история, эта часть, например. Есть ли еще какие-то подобные яркие примеры? Ну, смотрите, снижение текучести, оно же начинается со входа. Тоже резонно говорил коллега про то, что от того, как мы человека встретим и как проведем адаптационный период, очень много чего зависит. И на входе каждый новый сотрудник, особенно розница, проходит ряд тренингов. Ну, отчасти это тренинги навыковые, а отчасти это тренинги, вот прямо вводный тренинг, 3 часа человек знакомится с компанией, знакомится с другими подразделениями, проходит экскурсию феерическую совершенно по производству, смотрит, как делают торт и хлеб. Сам в чем-то участвует, пробует. И после этого, конечно, выходит с таким вдохновением от происходящего. И дальше важно это вдохновение поддерживать и обратной связью в разных формах, и в таких тоже. И текущей работой. То есть основной вопрос, что идет на вход в этой компании, вот самое... Обнимаете вы своего коллегу в начале пути? Обнимаем, это прямо про нас слово, потому что мы часто все обнимаемся, это правда. И тренинг менеджеры приезжают на точку для того, чтобы вроде бы учить, а начинается с того, что обнимают всех сотрудников. Это очень важная, действительно, такая вот культурная история внутренняя. Мы, видите, поскольку наша философия начинается со слов «быть, а не казаться», для нас важно, чтобы те люди, которые приходили, они чувствовали себя людьми. И работник торгового зала, который работает в БШ, важно, чтобы ему не надо было изображать из себя ничего, чтобы он чувствовал себя таким же, какой он есть, и чувствовал себя хорошо таким, какой он есть. Чувствовал, что его принимают таким, какой он есть здесь. И для этого очень много чего делается на довольно тонком уровне. Это не всегда можно инструментами описать. Я поэтому про систему тренингов говорила глубокую и сложную. Но это же проявляется и в очень простых вещах, например, в том, что скриптов нет в БШ. Наши продавцы, наши официанты не выучивают 7 стандартных фраз для того, чтобы их произносить. Это принципиальная история, потому что если мы говорим о том, чтобы «быть, а не казаться», то это значит, что мы как человек к человеку все относимся. Это, с одной стороны, риск для компании, а с другой стороны, это возможность опираться на те ресурсы, которые есть у каждого. Это такой челлендж для менеджмента, конечно. Письма, газеты, стейнгазеты. Поскольку мы не поддерживаем курение, у нас основной информационный канал – это столовая. Тейблтент и в столовой. Все читают, пока обедают. Мы кормим уже бесплатно завтрак, обед, ужин, поэтому все ребята всегда все новости прочитают на тейблтенте. У нас есть, конечно, стейнгазета «Вести Буше», на которой я вешаю новости, но ее читают гораздо меньше, потому что рядом с ней надо стоять и читать, это не очень удобно. Есть вот эта газета «Раз в три месяца», но там такие ключевые, большие истории. Например, отчет по стратегии за полгода. Или план открытия и походная версия Буше за сезон. Вот какие-то действительно большие, ключевые, которые всем важно знать и которые всем интересно будет почитать. Татьяна, а как вы относитесь к людям, которые пришли к вам в гости, и они недовольны? Допустим, что-то не понравилось им, там чай холодный, не знаю, как вы, как вы, гости? Вы тоже злитесь, отвечаете к вам, или спокойно реагируете? Я лично? Вы лично? Я лично сама часто бываю очень недовольна обслуживанием или качеством. Это часть моей работы, проверять качество работы Буше. Я прихожу и рассказываю, чем я недовольна. И поэтому включаются вот эти важные слова, теплыми словами о важном. Если я недовольна, если у меня что-то сильно не нравится, я могу сдержать это в себе и разрушать себя. Или могу наорать и разрушать другого. А могу выбрать серединный путь, когда я теплыми словами говорю о важном. И вот этот серединный путь – это то, что позволяет расти и мне, и другому. Это та позиция, которая есть в компании. Если мне что-то не нравится, я могу молчать и разрушать этим себя. Или я могу кричать и разрушать этим другого. Или я могу выбрать серединный путь, когда я говорю о важном, теплыми словами. Когда я выбираю слова, которые очень корректно и бережно расскажут другому о том, что не так. И тогда это будет возможность расти и для меня, и для него. Спасибо большое. Комендарь, наверное, спасибо. Благодарю вас.